Появившееся еще в 18 веке понятие дача со временем изменило свое значение. Сначала это было загородное имение, позднее дом с приусадебным участком. В 90-е же дача была спасением для многих россиян, ведь была возможность вырастить фрукты и овощи и сделать из них заготовки, которых могло хватить почти на весь следующий год. Сейчас у каждого дачника свои цели. Татьяна Кулешова по образованию агроном, но после выхода на пенсию она не смогла без работы с землей и нашла свою отдушину именно здесь. Нравится все. И сам процесс возделывания земли, уход за растениями во время их вегетации. Ну и естественно, самая радость – это уборка урожая, когда видишь поводы своего труда. Сейчас на участке она сажает всего по чуть-чуть, чтобы и себе хватило и внуков угостить. У нее на огороде расположились капуста, баклажаны, лук. Морковь. Некоторые овощи уже собраны. Например, чеснок. Также есть и ягоды. На грядке клубника, а на кустах малина. К ней особенное, трепетное внимание. У Татьяны Кулешовой для нее даже есть специальная установка, чтобы кусты не лежали на земле, ведь от этого они болеют. Вот стойки, три стойки на ряд, и вот натянута проволока в трех местах. Тоже вот одна, вторая и снизу там. За многие годы посадки огорода урожай был разный. Где-то больше, где-то меньше. Но один из последних удался на славу. Оценку бабушкиному труду дал внук. Из достижений я могу назвать то, что до сих пор мне нравится. Это мои помидоры, выращенные уже здесь, на этом участке. Когда внук маленький мой, увидев их, сказал, бабушка, какие у тебя большие тыквы. Иностранцам сложно понять широкую русскую душу. Что такое дача, осознать еще труднее. Но людям, живущим в нашей стране, достаточно произнести слово. И каждый сложит свою картинку этого места. Анастасия Арт, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Анастасия Арт, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».